Т. Ч. О. Мист, США, кто лидирует в предвыборной гонке демократов. Т. Ч. О. Мист, Великобритания. 8 сентября 2019 года. Побороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года решили 27 человек. В этом самом длинном за всю историю списке есть американские сенаторы, члены Палаты представителей, мэры, предприниматели и даже гуру самопомощи. Некоторые кандидаты уже выбыли из гонки. Оставшиеся ведут сражения за будущие свои партии. Этот портал поможет вам проследить за тем, кто побеждает и кто проигрывает, и что самое интересное, объяснит, почему. Ниже вы найдете средние показатели каждого кандидата по данным проведенных на сегодня высококачественных общенациональных опросов общественного мнения, а также узнаете степень вероятности победы, которая рассчитывается на основании политических ставок. Вы также найдете данные нашей социологической службы УГОВ с разбивкой поддержки каждого кандидата по демографическим группам. Такая разбивка дает представление о том, почему претенденты показывают хорошие или слабые результаты в общенациональном масштабе. Мы проанализировали цифры по самым важным демографическим категориям – раса, возраст, пол, образование, идеология. Если вы хотите узнать, каков уровень поддержки Джо Байдена среди афроамериканцев, вам легко будет это выяснить. У нас вы также найдете информацию по каждому кандидату. Как поддерживает кандидатов представители разных раз с 1980 года ни один демократический кандидат не выигрывал номинацию, если не получал на премере из большинства голосов афроамериканских избирателей. Но тот кандидат, который победит в 2020 году, также наверняка заручится наибольшей поддержкой испаноязычных избирателей. Как поддерживают кандидатов представители разных возрастных групп, поколение 2000-х недавно обогнало послевоенное поколение Бибибума и стало самой многочисленной возрастной группой в Америке. Но оно голосует не так часто и активно, как избиратели старших поколений, и поэтому среди электорат это поколение представлено недостаточно. Явка поколения Миллениума на первичные выборы в 2020 году определит, смогут ли более прогрессивные кандидаты, пользующиеся популярностью среди молодых демократов. Посмотрите показатели Берниса Андерса, чтобы узнать подробности, одержать победу над более умеренными кандидатами-центристами, которые популярны среди избирателей постарше. Как поддерживают кандидатов люди с разным уровнем образования, хотя демократическая партия часто ассоциируется с образованной элитой, почти у двух третей ее сторонников нет университетского диплома. В то же время, 37% избирателей этой партии – специалисты с высшим образованием. Это хоть и влиятельное, но все равно меньшинство. Первая группа традиционно тяготеет к более умеренным кандидатам, но вторая обладает существенной властью и силой благодаря своим политическим пожертвованиям. На каких кандидатов обращают внимание избиратели, хотя у избирателей есть возможность проголосовать только за одного претендента. Многие одновременно рассматривают несколько кандидатов. Кандидаты с более высоким процентом возможных сторонников могут оторваться от своих соперников и стать лидерами на завершающем этапе гонки. Мы провели по счет доли избирателей на премьериз, которые рассматривают возможность проголосовать за разных кандидатов. Не все кандидаты пройдут проверку временем. Слабые выступления во время дебатов, последовательно низкие рейтинги по результатам опросов, а также нехватка собранных средств могут вынудить часть из них снять свои кандидатуры и выбыть из гонки. Что произойдет с избирателями, которых они оставят? Каким кандидатам эти избиратели отдадут предпочтение, если вообще захотят голосовать? Выбывшие способны изменить ход гонки самым непредсказуемым образом, но собранные данные позволяют заглянуть в будущее. Например, те кандидаты, которые отдают предпочтение Байдену, также задумываются о том, чтобы отдать свои голоса за Уорен и Харрис, а сторонники Сандерса, как это неудивительно, склонные голосовать за Андрея Янга, Андрея Уинга. Кандидаты бывший вице-президент Джо Байден уровень поддержки, январь 2019 год, 29,1%, сентябрь 2019 год, 27,9% Джо Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 годы, с 1973 по 2009 год он работал сенатором от штата Дилавер. Байден является весьма привлекательным вариантом для тех многочисленных избирателей, которые стосковались по политике Обамы и по электоральной коалиции, включающей белых избирателей из рабочего класса. У Байдена также имеется значительный багаж, накопленный за долгие годы работы в органах государственной власти. Некоторые прогрессивисты неодобрительно смотрят на то, как он голосовал по различным социальным и расовым вопросам, скажем, за перевозку детей автобусами в целях объединения разделенных по расовому признаку школ, а также на его общение с женщинами на публике. В других условиях, если бы не было Дональда Трампа, его посчитали бы склонным к необдуманным поступкам. Но сейчас, когда президентом является Трамп, такие оплошности не имеют особого значения. Байден участвовал в предвыборной гонке прежде, в 1988 и в 2008 годах, но бы раза выбыл из нее на премьериз. Сенатор Элизабет Уоррен уровень поддержки Январь 2019 год 7,8% Сентябрь 2019 год 19,1% Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс Ей ставит в заслугу создание Бюро финансовой защиты потребителей, которое является государственным ведомством и занимается борьбой с хищническим кредитованием. В центр своей избирательной повестки она поставила неравенство доходов и экономические возможности. В начале гонки возник скандал, связанный с утверждениями Уоррен о том, что ее предки – североамериканские индейцы. Но в войне идей на демократических премьериз она одержала верх. Сторонники Уоррен видят в ее экономическом патриотизме – это сочетание поддержки государственных программ медицинской помощи малоимущим и социального обеспечения, выступление за введение налога на богатство, за защиту торговых интересов Америки и за расширение производства в США, попытку снова переманить на свою сторону белых американцев и среднего класса. Другие же видят в этом проявление трампизма в стане демократов. Сенатор Берни Сандерс уровень поддержки – январь 2019 год, 19,0%, сентябрь 2019 год, 15,1%. Берни Сандерс является сенатором от штата Вермонт с 2007 года. До этого он был членом Палаты представителей. После длительной кампании 2016 года, в ходе которой он потерпел обидное, как считают некоторые его сторонники, поражение от Хиллари Клинтон, Сандерс надеется на то, что со второй попытки его демократический социализм даст лучший результат. Но на сей раз у избирателей, которым нужен кандидат, поддерживающий программу медицинской помощи для всех, масштабные экономические реформы и так далее, будет множество других вариантов. Не выработав четкую политическую повестку, которая выделит его из толпы других кандидатов, Сандерс в ходе кампании будет вынужден полагаться только на свою энергию. Его обвиняют в том, что в ходе кампании 2016 года он был недостаточно дружелюбен по отношению к женщинам и цветным. По этой причине начинать гонку ему будет сложнее, чем в прошлый раз. Но скорее всего, продолжать ее он будет долго, если не до конца. Сенатор Камала Харрис уровень поддержки. Январь 2019 год, 10,0%. Сентябрь 2019 год, 7,7%. Камала Харрис, сенатор от штата Калифорния. С 2011 по 2017 год она работала генеральным прокурором этого штата. Во главу угла своей кампании она поставила серию политических и иных реформ левой направленности. Она выступает за программу медицинской помощи для всех и за так называемый «зеленый новый курс». Калифорнийские демократы относятся к ней слегка высокомерно. Но Харрис умеет казаться более прогрессивной, чем она есть на самом деле. И на данный момент это для нее большой плюс. Теоретически она может добиться больших успехов в Южной Каролине. А это в начале гонки важный штат, где проживает много афроамериканских избирателей, голосующих на предварительных выборах. Правда, на практике Джо Байден по опросам намного опережает Харрис в этом штате. Мэр Пит Буттиджич, Петти Буттигиек, уровень поддержки, январь 2019 год, 0,2%, сентябрь 2019 год, 5,4%. Пит Буттиджич, мэр города Саутбенд, штат Индиана. 37-летний Буттиджич, большой эрудит, о своей риторике о надеждах и переменах он очень напоминает Барака Обаму. Это очень избирабельный кандидат. Во-первых, он со Среднего Запада. Во-вторых, он ветеран вооруженных сил, умеющий разговаривать с избирателями из маленьких городков и поселков. В-третьих, в случае избрания он обещает вести себя по-боевому. Далее, Буттиджич выступает за ликвидацию коллегии выборщиков, за изменение состава Верховного Суда и за расширение медицинского страхования посредством плана, подразумевающего медицинскую помощь для всех. Для кандидата в президент у него необычайно скудное резюме, но сегодня это уже не является серьезным препятствием. Если Буттиджичи изберут, это будет первый в США президент гей, не скрывающий свою сексуальную ориентацию. А еще это будет самый молодой американский президент. Сенатор Кори Букер. Уровень поддержки. Январь 2019 год. 4,7%. Сентябрь 2019 год. 2,7%. Кори Букер. Сенатор от штата Нью-Джерси. Ранее он работал мэром города Нью-Арк, штат Нью-Джерси. Некоторые демократические избиратели считают, что в лице Букера они обрели нового Барака Обаму, и не только потому что он молод, для кандидатов в президенты, и является афроамериканцем. Букер связан с бедным Нью-Арком, и в то же время, он с оптимизмом говорит о единстве и любви. Во многих вопросах он занимает левоцентристскую позицию, например, он за медицинскую помощь для всех. Но некоторые левые осуждают его за связи с Уолл-стрит, за противодействие закону о резком сокращении цен на лекарственные средства рецептурного отпуска и за поддержку привилегированных школ. Предприниматель Эндрю Янг уровень поддержки – январь 2019 год, 1,2%, сентябрь 2019 год, 2,5% Эндрю Янг – предприниматель и учредитель некоммерческой организации Venture for America, Venturi for America, которая занимается подготовкой молодежи к работе в высокотехнологичных стартапах в обойденных вниманием и заброшенных населенных пунктах. Янг на слуху у молодежи, и у него большая онлайновая аудитория, объединившаяся под хэштегом решетка Янганг. Он называет себя противником Трампа и азиатом, которые любят математику. Знаковое предложение Янга заключается в том, чтобы выдавать каждому американцу выплату в сумме 1000 долларов в месяц. У остальных претендентов уровень поддержки менее 2%, хронология последних событий – август. 1 августа вторые дебаты первичных выборов, второй тур. Второй тур теледебатов давал шанс Джо Байдену стряхнуть с себя имидж сонного и неподготовленного кандидата, каким он предстал в июле во время своего первого выступления. Байден о тех дебатах отбивался от нападок Камалы Харрис, которая раскритиковала его за слабую защиту гражданских прав, а также от других кандидатов, вышедших на сцену. 6 августа Майк Гривел отклонивается Майк Гривел, чьим штабом руководили в основном два тинейджера из Нью-Йорка, выбыл из предвыборной борьбы. Команда Гривела выступила с заявлением, в котором написала, что они вообще не намеревались побеждать, а просто хотели привлечь внимание СМИ и подтолкнуть демократическую партию влево по ключевым и приоритетным вопросам политики. Непонятно, добились ли они своего в этом плане. 15 августа корабль покидает Джон Хикен Лупер. Джон Хикен Лупер объявил об отказе от участия в предвыборной гонке. Бывший губернатор Колорадо вместо этого может побороться за кресло сенатора. Если Хикен Лупер решит поучаствовать в этом состязании, шансов у него будет намного больше, чем в президентской гонке. В июле в Колорадо был проведен социологический опрос, который показал, что 61% демократических избирателей на премьер-рис предпочли бы своего бывшего губернатора и его оппонентам на выборах в Сенат. Его ближайшего соперника поддержали всего 10%. 21 августа из гонки в Робовай Джейнсли, губернатор штата Вашингтон, 21 августа отказался от дальнейшего участия в президентской гонке. Это был самый активный борец с климатическими изменениями. Выступая на новостном кабельном канале Левого Толка МСНБЦ в шоу Рэйчел Мэдоу, Инсли сказал, стало ясно, что этот груз я не потяну. Я не собираюсь становиться президентом. Десяток других кандидатов вполне могли бы поучиться прагматизму Инсли. 23 августа уходит Сет Маултон. 23 августа Сет Маултон отказался от своей безнадежной попытки стать президентом. В ходе своей кампании он сосредоточился на состоянии психиатрической помощи в США, но особого внимания его усиления привлекли. Конгрессмен возвращается домой в Массачусетс, где он будет бороться за переизбрание в палату представителей. После ухода Маултона остается 11 кандидатов, уровень поддержки которых ниже 1%. Это говорит о том, что и они тоже могут вскоре отказаться от борьбы. 28 августа из гонки рабывает Кирстин Гилибрент. 23 августа Кирстин Гилибрент объявила о завершении своей кампании. Она стала шестым крупным кандидатом, решившим выбыть из предварительной гонки. Свою кампанию Гилибрент начала с интервью с телеведущим Стивеном Кальбером. Это сенатор из штата Нью-Йорк. Во время кампании сосредоточилась на вопросах равенства женщин. Но особого успеха она не добилась. В конечном итоге она не прошла в третий тур сентябрьских теледебатов по результатам опросов, а это верный признак того, что кампанию надо заканчивать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ. СМИ.